Здравствуйте! Ежедневно на Ставрополье происходят тысячи событий, больших и маленьких. Как выделить главное? Очень просто смотреть новости на своем ТВ. Итак, сегодня в нашей программе. Смерть в роддоме. В Андроповской районной больнице при родах умерла 24-летняя женщина. Почему произошла трагедия, разбиралась Виктория Середа. Сейчас на Ипатовском элеваторе хранится более 110 тысяч тонн зерна урожая этого года. Уникальная технология хранения пшеницы от ставропольских аграриев. Ставрополь покоряет Крым. Наша молодежь посетила самый творческий фестиваль страны Таврида-Арт. Джамиля Ибрагимова на выходных тоже дышала морским воздухом. В сентябре за парты сядут 300 тысяч ставропольских школьников. В правительстве края обсудили готовность к новому учебному году. Первый в мире фестиваль лечебной грязи прошел в Железноводске. Все подробности в нашем грязном репортаже. Смерть в роддоме. Специалисты Ставропольского Минздрава разбираются в трагедии, которая произошла в Андроповской районной больнице. Там при родах скончалась 24-летняя женщина. Ребенка врачам удалось спасти. Причины случившегося выясняет и следствие. Тему продолжит Виктория Середа. Смерть матери при родах в больнице Курсавки первая за многие годы. 24-летней Диане сделали кесарево сечение, после которого состояние молодой женщины резко ухудшилось. В больницу вызвали бригаду санавиации. Они сделали все возможное. Ребенка удалось спасти, а вот маму малышки нет. Теперь оценку действиям врачей даст специальная комиссия. Создана комиссия Министерства здравоохранения Ставропольского края. Привлечены специалисты медицинского университета Ставропольского. Могу сообщить, что женщина не наблюдалась в период беременности в условиях центральной районной больницы Андроповского района. И не наблюдалась ни в каком из лечебных учреждений Ставропольского края. Попала в больницу уже в период начала родов. Роды осложнились. Для оказания медицинской помощи были вызваны специалисты ДРКЦ. Акушер-гинеколог, которая принимала роды на время проверки, отстранена от работы. Отстранена от исполнения обязанностей районного акушера-гинеколога. И в настоящее время находится на приличном месте. Евгения Федоровна является заслуженным врачом Российской Федерации. После окончания института прибыла на работу в этой учреждении. И всю жизнь отработала в Андроповской районной больнице. Чтобы установить точные причины произошедшего, из больницы изъята вся медицинская документация. Причины смерти сейчас выясняют исследователи. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной ее смерти явилась эмболия околоплодными водами. К настоящему моменту следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документацию и биологические материалы. Назначили ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти женщины и обстоятельства оказания ей медицинской помощи. Расследование этого уголовного дела продолжается. Родственники погибшей женщины на контакт с местными журналистами идут неохотно. Ссылаются на усталость и занятость. По словам врачей, сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Малышку выписали и передали родственникам. А в причинах трагедии продолжит разбираться следствие. А теперь к теме урожая 2019. Несмотря на то, что работа на полях уже окончена, сейчас она кипит на элеваторах. Почти 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна этого года уже отправлены на хранение. А в Апатовском районе, кстати, он лидер по урожайности в этом году, его хранят в особенных условиях. Там уже начали отправлять пшеницу на экспорт. Какой путь она преодолевает от хранилища до вагона, знает Мария Гнездилова. 200 метров по конвейеру преодолевает пшеница на пути к бункеру или так называемому силосу. На этом этапе регулярно ее проверяют лаборанты, чтобы на хранение она прибыла чистой и здоровой. В период перехода на сене-зимнее время производим такие мероприятия по определению зараженности зерна и его температуры. В каждом силосе у нас имеется термометрия, но для более точного определения, вы как заметили, здесь у нас находятся лаборанты, которые в течение, в интервале от 5 до 10 минут отбирают пробы. То есть просеивается, определяется зараженность навредителя и определяется точная температура зернопродуктов. В один сила с ипатовского элеватора помещается до 8 тысяч тонн зерна. Высотой он превышает шестиэтажный дом. Всего же этот элеватор готов хранить до 200 тысяч тонн зерна. Сейчас на ипатовском элеваторе хранится более 110 тысяч тонн зерна урожая этого года. Чтобы оно пережило Ставропольскую жару до отгрузки, без потерь, здесь придумали свою систему охлаждения, которой больше нет нигде в России. Когда-то это была зерносушилка, но благодаря установке двух мощных вентиляторов ее преобразовали под систему охлаждения. Она готова охладить до 90 тонн зерна в час. Так как мы принимаем зерно в летний период с температурой до 40 и выше градусов, поскольку мы проживаем в южной зоне, а зерно требует за собой большого ухода и внимания, чтобы в нем не разводились долгоносики и другие вредные насекомые. Кстати, проверяют качество зерна сразу же, как только его привозят на элеватор. Для этого здесь работает целый отдел лаборантов. Специалист может определить качество зерна на глаз, но для точности здесь установлены сразу несколько автоматических приборов. Мы произвели, через инфратек пропустили пшеницу, увидели результат протеин 13-6, влага 11-7. Значит, это идет четвертый класс. По показателям, показатель хороший. Клейковина будет где-то, если ручками помыть, будет до 22%. А это зерно отправляется в далекое путешествие. Здесь на рельсах загружают вагоны, которые уедут в порт Новороссийска. Часть зерна будет отправлена в регионы России, другая уйдет на экспорт. На Ипатовском элеваторе уже отгружено 40 тысяч тонн зерна нового урожая. Ну а хранилища пустовать не будут. Скоро сюда начнут привозить подсолнечник. Мария Гнездилова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Тем временем в Крыму завершился самый яркий фестиваль этого лета – Таврида-арт. На него съехались художники, музыканты, архитекторы, танцоры. Все те, кто не знают, как это – жить без творчества. Делегация нашего края тоже в числе участников. Ведь там, на солнечном берегу, творить и сочинять получается так легко и вдохновенно. Джамиля Ибрагимова привезла свой репортаж из Жаркова во всех отношениях Судака. Мы в Крыму, в Судаке, едем на самый творческий фестиваль страны – Таврида-арт. Вот этот желтый бейдж – это наш пропуск на фестиваль. Ну что, поехали? Таврида – жаркая во всех смыслах. На Черноморском побережье до плюс сорока. Но и это пустяк в сравнении с тем, как высок градус на площадках. Горячо, даже пламенно проводят участники дни. Вот как, например, стоять, когда тут так много музыки? Она находит себя, где бы ты ни был. Просит, зовет в пляс. Слово «арт» как пароль, оно связало воедино таких разных людей. У них одно только общее – они не могут, не умеют жить без творчества. КВНщики из Михайловска говорят, под палящим солнцем Крыма думается и сочиняется легче. Шутки пишут, вдохновляясь пейзажами. Таврида – это такой творческий котел. Творчества здесь так много, что оно не умещается на специальных для этого площадках. Оно везде, тут на каждом шагу танцуют, поют, играют. Глядя на такое, невольно самому хочется творить. Например, взяться за кисточку. А если хочется, то почему бы и нет, ведь никто не запрещает. Участники фестиваля много не только творят, но и ходят. В день до 30 тысяч шагов. Все потому, что территория огромная – 200 гектаров. Устаете, да? Да нет, не устаём, потому что так много интересного, что всё время заряжены. Много ходите? Сейчас вы можете наблюдать, как сзади нас участники Таврида ходят. Они так много ходят, и мы тоже вот ходим. Вы тоже ходите, потому что ходьба – это полезно. Это самое главное для того, чтобы быть в тонусе. Спасибо, пока. Отлично, спасибо. Мастер-классы с утра до вечера от тех, кого называют кумирами, кто всегда стоял по ту сторону недосягаемого экрана. А тут разговор как с коллегами на равных. Маэстро Юрий Башмет всего на пару часов прилетел из заграничной командировки только ради того, чтобы пообщаться с участниками. Или, например, элегантный, со своей фирменной улыбкой Александр Масляков. Человек, чьё имя неразрывно связано с КВНом. И говорит, даже тут понятное дело о нём. КВН – это такая игра, что сыграл и забыл, не получится. Память всё равно у сыгравших, игравших остаётся. Фестиваль посетил и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, встретился с участниками нашей делегации. Говорили о том, что нужно создавать в крае новые креативные площадки. На фестивале также работали шатры двух десятков регионов России. Ставропольская площадка – одна из самых крупных и креативных. Не верите? Смотрите. Например, мы привезли в Крым наш кисловодский парк. Правда, в миниатюре. Дошли до судака и наши ставропольские слоны. А деликатесами, колбасами, сырами, овощами и даже жареным бараном в нашем шатре накормили всю Тавриду. Вкусно. Сало вам. Очень вкусно. Нам так нравится. Спасибо вам за такую агентацию. Тавриду изначально задумывали для того, чтобы помочь молодёжи реализовать свой талант. Инвестировать в арт-пространство так же важно, как и в лазерные установки. Об этом уже разговор шёл на стратегической сессии. В числе и участников губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, а основной спикер, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Очень важно, чтобы это пространство возможностей для ребят было не только одну неделю в году. Уверены, что фестиваль будет развиваться дальше. Здесь же в бухте Капсель будет создаваться круглогодичный образовательный центр для молодых деятелей культуры. Очень важно, чтобы был такой центр не в одном только Крыму, но и в других регионах. Опыт Тавриды наш край обязательно возьмёт как руководство к действию, сказал губернатор Ставрополя. Например, регион займётся поиском площадки для будущей арт-резиденции. Необходимо сейчас очень грамотно подойти к выбору объекта, очень грамотно подойти к выбору направления. Я думаю, что вот этим мы и займёмся. Единственное направление – это работа с молодыми и ищем на это ресурсы. Фестиваль завершился. Остаётся на побережье лишь этот мыслитель. Его глазами ребята смотрят на крымские пейзажи и лагерь, с которыми так породнились за это время. И загадывают желание вернуться сюда уже в следующем году. Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Из Крыма. На Ставрополье в День знаний распахнут свои двери ещё две новые школы. В Ставрополе на полторы тысячи мест и в Михайловске на тысячу. О подготовке к предстоящему учебному году говорили на еженедельном совещании в правительстве региона. Как прозвучало, все учебные заведения региона готовы встретить детей. В День знаний, который в этом году выпал на 2 сентября, в школы края пойдут более 300 тысяч учеников. Более 32 тысяч из них – первоклашки. Особое внимание на обсуждение уделили обеспечению безопасности детей. Как в первый учебный день, так и в течение всего года. Прошла приёмка образовательных организаций на начало учебного года. 1894 организации сейчас приняты уже комиссиями к началу учебного года. Приёмка шла с 5 по 16 августа. И до 20 августа были устранены те мелкие недочёты, которые были ввели на время приёмки. Сейчас образовательные организации в полном объёме готовы к началу учебного года. 2 сентября пройдут школьные звонки во всех образовательных организаций Старопольского края. На совещании в правительстве края также говорили о последствиях пожара в Грачёвском районе. Напомним, в минувшую пятницу огонь вспыхнул под бешпагиром. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра. Горели сухая трава и лес. Изначально была угроза того, что пламя перекинется на жилые строения. Однако за несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. Как сообщил официальный представитель МЧС, пожар полностью ликвидировали только в субботу. В борьбе со стихией задействовали 227 сотрудников оперативных и экстренных служб, а также 32 единицы техники. Пожар тушили, в том числе и при помощи вертолетов. У жителя Изобильного нашли крупную партию марихуаны. Фигурантом дела стал 47-летний мужчина. У него дома полицейские обнаружили 85 кустов культивируемого растения и вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой более полутора килограммов. Мужчину задержали. Другие происшествия в оперативной сводке. Нерадивый угонщик. 31-летний житель Кировского района накануне ночью попытался уехать в Нальчик на попутке, но никто не согласился его подобрать. Тогда он решил угнать машину, которую увидел на заправке. Водителя в салоне не было, ключи находились в замке зажигания. Сев за руль, угонщик решил вернуться домой, а утром на этой же машине поехал в магазин, но пробил колесо. В этот момент его по ориентировке задержали полицейские. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Бесчестный заработок. В Пятигорске пенсионер перевел мошеннику 88 тысяч рублей. Мужчина купил биодобавку, а после этого ему позвонил неизвестный и заявил, что препарат поддельный и ему положена компенсация. Пятигорчанин поверил злоумышленнику и перевел на указанные им реквизиты 88 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, пенсионер пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Хитрость не удалась. В Минераловодском округе мужчина нашел телефон и перевел все деньги с банковского счета владельца мобильника на свой. В полиции установили. Злоумышленником оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел на улице разбитый телефон и лежащую рядом сим-карту. Вставил ее в свой мобильный и обнаружил, что карта привязана к банковскому счету. Он перевел деньги на свой счет, а сим-карту выбросил в мусорный контейнер. Деньги мужчина потратил и стал фигурантом уголовного дела. Не стерпел подозрений. В Ставропольском магазине покупатель ударил сотрудника супермаркета. Известно, что мужчина зашел в магазин, где взял две упаковки крабовых палочек, сунул их под мышку и продолжил ходить по торговому залу. Сотрудников магазина такое поведение насторожило. Они попросили оплатить товар. На кассе мужчина обнаружил, что не взял с собой денег. Оставил товар и собрался уходить. Но его сзади схватил за куртку другой сотрудник магазина. Это возмутило покупателя. Он развернулся и ударил торговца в лицо. Позже медики зафиксировали у пострадавшего перелом скулы со смещением. Суд приговорил агрессивного мужчину к четырем месяцам ограничения свободы. Новости на своем продолжаются. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего эфира. Первый в мире фестиваль лечебной грязи прошел в Железноводске. Все подробности в нашем грязном репортаже. На Пятигорском озере у нас в этом году было два человека, к сожалению. Когда запрещающие знаки и штрафы не помогают. Как в Пятигорске борются с любителями купания в запрещенных местах. Динамо вперед! Ставропольские футболисты вышли на второе место в турнирной таблице. Кого обыграли на этот раз? Первый и пока единственный не только в России, но и в мире в Железноводске прошел фестиваль лечебной грязи. Вообще фестивали грязи существуют и в других странах тоже. Например, в Южной Корее или в Китае. Но наш фестиваль уникален. Для него используют знаменитую своими целебными свойствами грязь озера Тамбукан. А это значит, что это не только приятно, но и полезно. О самом необычном мероприятии региона наш репортаж. Из грязи в князи. Это название одного из конкурсов на фестивале. Его участники должны намазать на себя максимальное количество грязи, потом собрать ее в ведро и взвесить. Правда, эту попытку судьи не зачли. По правилам учитывают только ту грязь, которая сама налипла на человека. Фестиваль «Железная грязь» прошел на Ставрополье впервые. Идея возникла в Железноводске. Здесь же ее и реализовали. Но мы давно об этом думали, потому что у нас большое количество минеральной воды, которая сейчас как раз заполнена в СССР, и мы поливаем ее. Также у нас находится прекрасное озеро Тамбунка и находится лечебная грязь. И мы решили совместить, взять лечебную грязь и воду и создать такое чудесное прекрасное правде для наших людей. Специально для фестиваля в город-курорт привезли 250 тонн знаменитой тамбуканской грязи. Она лечит многие заболевания, а также используется в косметологии. Ее часто сравнивают с грязью Мертвого моря. Но ставропольские специалисты уверены – наша лучше. Те лечебные свойства, которые дала нам природа, уникальная природа Ставропольского края, они неповторимы. И это полностью органический продукт. Это иловая сульфидная грязь с большим содержанием сероводорода, железа, липидов, витаминов, полинасыщенных кислот. И в результате вот такого природного коктейля она имеет лечебное воздействие. Впрочем, убеждать гостей фестиваля не пришлось. Многие из них не побоялись ударить в грязь лицом. Так, мол, полезнее. Как у вас впечатление от этого? Отлично, замечательное впечатление. Что нравится? Все. Атмосфера, людям настроение. Очень необычное ощущение. Очень приятное, как будто в желе. Супер весело. Здорово. Классно, как-как. Тепленько, приятно. Вас обнять? А то мы сейчас сбыть. Купались в грязи не просто так, а еще и в соревновательном режиме. Вот перетягивание каната в грязи, семейная эстафета и танцевальный флешмоб. Параллельно провели несколько необычных спортивных турниров. Грязевой футбол и волейбол. А еще чемпионат по преодолению полосы препятствий. Конечно, тоже в грязи. Первый фестиваль «Железная грязь» посетили более 10 тысяч человек из 30 регионов страны. Поливать друг друга грязью здесь это не зазорно и даже полезно. Ведь знаменитая танбуканская грязь имеет эффект лечебный, омолаживающий и поднимающий настроение. В гущу событий в прямом смысле слова окунулись Илья Захаров и Константин Шелябин. Ставропольское телевидение. Очередной рейд на территории Новопятигорского озера провели сотрудники городской мэрии, казаки, спасатели и полицейские. Они искали тех, кто нарушает правила отдыха на воде и купается в запрещенных местах. Удалось ли найти нарушителей и как их наказали? Все ответы в сюжете далее. Так реагируют жители города на замечания сотрудников контрольно-инспекционного отдела. Говорят, что знаков на том месте, где они купались, нет, а значит и купание разрешено. Но это далеко не так. Купаться на Новопятигорском озере можно только там, где есть специально оборудованный пляж. Остальная территория под запретом. Там не работают спасатели, нет условий. Но нарушителей это не пугает. Даже не задумываются, что цена такой беспечности – человеческая жизнь. А между тем, печальная статистика по Ставропольскому краю подтверждает, несчастные случаи на воде чаще всего происходят именно на территориях, не предназначенных для купания. К сожалению, погибло за период летний 23 человека, из них 4 ребенка. Прошлый год было 36 человек, из них 6 детей. Поэтому вроде как снижение у нас наблюдается. Но вы посчитаете, согласитесь, что 23 человека – это слишком много. На Новопятигорском озере у нас в этом году упомяло 2 человека, к сожалению. Последний случай произошел на прошлой неделе. Рейд проводится здесь тем, что на территории города Пятигорск за прошлую неделю утонул еще 11 ребенок. Хватает нарушителей и на Новопятигорском озере. Оборудованный пляж игнорируют, купаются там, где нравится лично им. И штраф их тоже не пугает. Он, кстати, за купание в неположенном месте всего 300 рублей. Так что эта мера останавливает немногих. А вот личные беседы с примерами зачастую помогают. Все это тоже есть в арсенале сотрудников правоохранительных органов и МЧС. И профилактические беседы, и раздача памяток. И работа со злостными нарушителями. Так что, несмотря на то, что купальный сезон подходит к завершению, работа не прекращается. Да и подобные рейды будут и дальше проводиться регулярно. Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение. Далее в эфире новости спорта. Как обычно, о них расскажет Сергей Надеян. Привет! Я знаю, что Динамо Ставрополь как-то скандально выигрывает все матчи. Что происходит? Скандал там был на игре, но я об этом не буду. Если что, пускай погуглят про тренера Динамо Ставрополь. Ну да, выиграли. Молодцы. Ждем подробностей. Да. Рассказываю. Значит, Динамо Ставрополь играли в гостях с ростовским СКА. Начало матча осталось за армейской командой. СКА больше владел мячом, держав напряжение оборудования динамовцев. В результате на 29-й минуте армейцы открыли счет усилиями Данила Гриднева. Голу привел назначенный ворот бело-голубых угловой. Вот только вели в счете красно-синий недолго. На 35-й минуте Динамо восстановило статус-кво. Отличился лучший голеодор Ставропольцев Азамат Курачинов. Первый тайм закончился с ничейным счетом. А во второй половине встречи чуть больше атаковали хозяева. Но сначала Крутов, а затем снова Курачинов. Но уже с пенальти довели счет до крупного. 3-1 победа Ставропольского клуба. А вот второй наш клуб Машук КМВ разгромил на выезде Спартак из Нальчика. Дебют встречи прошел в безопасных моментах со стороны обеих команд. Соперники присматривались друг к другу. Счет в матче на 22-й минуте с 11-метровой отметки открыл капитан Машука Данаджатиев. Первый тайм прошел с преимуществом Машука, но голов зрители больше не увидели. А вот во втором тайме мяч еще дважды побывал в воротах хозяев. С начала на 51-й минуте после ошибки полузащиты Спартака по правому флангу прорвался Владислав Сокодеев и поразил ворота Спартака. Еще через 15 минут мяч в ворота хозяев отправил Анатолий Шевченко. Случилось это после подачи углового. Матч так и закончился со счетом 3-0 в пользу Пятигорча. Тур на этот раз был разбит на три игровых дня. Пятницу, субботу и воскресенье. Давайте посмотрим на результаты каждого из этих дней. СКА Ростов-на-Дону, Динамо-Старополь в пятницу, мы уже счет сказали. В субботу Легион-Динамо, Махачкала 1-0, дерби Махачкалинская. Спартак-Нальчик проиграл Машуку 0-3, урожай Спартак-Владикавказ 1-1, битва двух аутсайдеров турнира. Алания-Владикавказ, Волгарь 3-0, это уже в воскресенье. Анжи-Дружба 2-2, спасибо Анжи, отобрали очки у одного из лидеров. Белок-Новокубанский, Интер 2-0, Черноморец-Краснодар 6-0, разгромил Черноморец своих соседей из Краснодара. Турнирная таблица после шести туров выглядит следующим образом. Давайте посмотрим. У Дружбы 16 очков, у Динамо Ставрополя 15. Представляете, Динамо на втором месте, Волгарь чуть подотстал, у них 13. Машук КМВ расположился на шестой строчке с 8 очками. Замыкают турнирную таблицу Спартак-Владикавказ и урожай. Те самые две команды, которые играли в этом туре и сыграли в ничью. Ипатовский мотобольный клуб «Колос» накануне вечером сыграл в гостях против своего извечного соперника «Металурга» из подмосковного «Видного». Матч, несмотря на невысокую результативность, оправдал все ожидания болельщиков с большим количеством стыков, удалений, правда, в основном в составе ипатовцев. Я скажу политкорректно. Ипатовским игрокам показалось, что судьи, кстати, местные, свистели в одну сторону. Возмущение одним из решений арбитра уже в самой концовке встречи привело к удалению капитана «Колоса» Сергея Крошки. «Металург» воспользовался большинством и заработал пенальти. Его уверенно реализовал Владимир Сосницкий. По игре, в принципе, неплохо получалось все. Как бы команда выполняла все установки, все было нормально. Но игру поломали судьи. Поломали судьи, потому что все судьи местные судят местную команду. И в том числе главный судья соревнований, он тоже самое судит на местную команду. Но это просто бардак в мотоболе, вот и все. Мы не можем играть против восьмерых вчетвером. Таким образом, с турнирной точки зрения, матч в Ипатова, который состоится 3 сентября, уже ничего не решает. В финальный этап турнира вышли три команды. «Металург» с двумя очками, «Колос» с одним и «Агрокомплекс» с нулем в активе. Это все новости спорта. К этой минуте возвращаю студию и слово Илье Захарову. Сергей, у меня вопрос. Твое мнение, почему так начали хорошо играть ставропольские футболисты? Погода благоприятствует, звезды удачно стали. В чем дело? Мне кажется, и погода, и звезды, и нашими молитвами болельщиков. Но у меня нет объяснения. Это что-то нереальное творится. Главное не сглазить. Да, я постараюсь не сглазить. Вроде не сглазливый. Спасибо, спасибо. Было интересно, как обычно. Ну и в финале выпуска еще одна новость. Семья енотов покорила ставропольцев в социальных сетях. Эти кадры сняты в селе Надзорном. Местные жители заметили в лесополосе дружелюбных животных. Большинство подписчиков восхитились и снимками, и самими енотами. Между тем, зоологи считают такое поведение диких животных не вполне нормальным. И рекомендуют особо с ними не контактировать. Даже если они, как в этом случае, ну очень милые. Еще больше новостей о Ставрополье в официальных группах СВОЁ ТВ, в соцсетях Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук. Заходите, читайте и будьте в курсе. А у меня на этом все. До встречи в прямом эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА